Шведский стол накрывают в 76-й ульяновской школе уже 7 лет. На выбор 4 или 5 салатов, несколько видов горячих блюд, выпечка и напитки. Приводят полностью сырье. И сырья – это обработка мяса птицы, мяса говядины, рыба. Это все без полуфабриката, все идет. Мы уже здесь все на месте обрабатываем и из этого делаем уже все натуральное. В столовой я питаюсь каждый день. И вот нельзя не отметить разнообразие нашего шведского стола. Каждый день мы можем выбрать из нескольких позиций как первых блюд, так и вторых, выпечки, напитков и салатов. Именно это вносит разнообразие в наше питание и помогает справляться со всей учебной нагрузкой, которая стоит перед нами. Контроль качества проходит с легкостью. Сами за соответствием продуктов всем критериям также неусыпно следят. На кону здоровье детей, которые являются главными критиками. И эту самую сложную проверку школьная кухня выдерживает. Тарелки пустеют с космической скоростью. Я думаю, что за шведским столом это будущее. Мы вначале, когда организовали шведский стол, то мы только пользовались шведским столом учащихся девятых, десятых, одиннадцатых классов. А потом со временем стали привлекать восьмые классы, седьмые, а сейчас уже и шестые классы у нас, которые обучаются во вторую смену, они тоже пользуются шведским столом. Со следующего года систему планируют внедрить во всех ульяновских школах. При составлении меню предпочтения учащихся обязательно учтут, при этом с неуклонным соблюдением требований Санпина и Роспотребнадзора, в том числе к калорийности и количеству питательных веществ. Кроме того, над повышением качества школьного питания еженедельно в администрации города работает специально созданная группа под руководством главы ульяновска Дмитрия Вавилина. А главный итог столового новшества, по мнению специалистов, дети, выбирая блюда по своему вкусу, съедают все без остатка.